Президент Республики Беларусь Президент Республики Беларусь Президент Республики Беларусь Президент Республики Беларусь ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых – всех, кто занят в агропромышленном комплексе. От имени белорусского народа и от себя лично благодарю тех, кто приходит на помощь селу – машиностроителей, химиков и транспортников, биотехнологов, строителей, военнослужащих, сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. Огромное спасибо за труд, прежде всего за рекордный урожай, который собрали в этом году. Намолочено более 10,5 миллионов тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона больше прошлогоднего уровня. Я хочу поздравить прежде всего тех, кто больше всего собрал в этом году хлебов – Минскую область, Гродненскую, Брестскую. С урожаем более 100 тысяч тонн заканчивает сезон 21 район Беларуси. Среди сельхозпредприятий впереди всех Гастеловское, Минского района, филиал «Правда Агро», агрокомбината «Джиржинский», кооперативы «Гродненский» имени Кремко, Гродненского района. Все области существенно прибавили в производстве озимовое чвеня. Благодаря использованию отечественного сорта увеличили площади сева. Итог. Намолочено более 300 тысяч тонн, что в два раза больше прошлогоднего. Надо и в будущем году увеличить в два раза намолот озимового ячменя. Мы получили хороший урожай масла семян – около миллиона тонн. Этого объема предостаточно для обеспечения внутреннего рынка растительным маслом. Сохраняем высокий уровень в производстве картофеля, овощей, плодово-ягодной продукции. Сады, заложенные по интенсивным технологиям в сельскохозяйственном предприятии имени Синько Гродненского района, дали нам свыше тысячи тонн фруктов с площади всего 26 гектар. Фермеры Брестской области смогли получить урожай более 50 тонн с гектара. Таких примеров по республике достаточно. В этой, как мы привыкли говорить, борьбе за урожай есть и место личным рекордам. Их много, но отдельно скажу о самом, на мой взгляд, показательном. Экипаж в составе Сергея Максимца из акционерного общества Крутогорье, Петковича, Дзержинского района и Василия Зура, работника Гомсельмаша, на отечественном серийном комбайне Полесье намолотил более 6 тысяч тонн зерна, оставив далеко позади хваленые классы и джондиры. Вдумайтесь, это два эшелона хлеба, один экипаж. Это тот результат, к которому мы должны стремиться. На вес золота в наше время каждый колоссо. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек, примерно десятая часть населения планеты, голодали. Число людей, не имеющих финансовые возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда. Не последнюю роль в этом смысле сыграл рост потребительских цен на продукты питания. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам, не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами. Зато Беларусь опередила в прошлом году все страны СНГ в глобальном рейтинге продовольственной безопасности и в состоянии себя накормить. И не только себя. А ведь когда развалился Союз, некоторые об этом помнят, была жестокая проблема с обеспечением насушенным хлебом Минска, где муки оставалось, как вы помните, всего на три дня. И вот спустя пару десятилетий свыше 100 стран покупают белорусские продукты. Экспортная выручка в этом году достигнет рекордных показателей – более 20 миллиардов рублей. Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира. Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но успешно конкурирует с Новой Зеландией, признанным лидером в молочном мире. Я говорю о Китае, потому что зайти на китайский рынок, даже дружественным странам – большая проблема. А мы в свое время раскрылись. Приходите, творите, что хотите. И мое требование как минимум к трем нашим правительствам последним не совсем возымели действие. Наконец-то поняли, что надо защищать свое. Своих производителей, потребителей, свой рынок. Нам действительно есть, что предложить. Производим более 1800 наименований молочной продукции. 1800. Производим сыры, ничем не уступающие по вкусовым характеристикам и качеству известным мировым брендам. Ряды организаций республики достигли результатов мирового уровня по производству молока. Можно привести в пример предприятия «Молодого агро» Ивановского района, где годовая продуктивность коров молочного стада составляет более 12 тысяч килограмм. И эта цифра продолжает увеличиваться. Лучший результат животноводства и традиционно демонстрирует сельскохозорганизаций Гродненского, Несвежского, Держинского, Смолевического, Берестовицкого и Ивановского районов. Производим более тысячи наименований мясной продукции. География экспорта этой продукции – более 30 государств мира. Сегодня белорусы узнают не только по знаменитому трактору МТЗ автомобилю «БелАЗ», но и по таким маркам, как «Савушкин продукт» или «Бабушкина крынка». Все, кто ценят натуральную безопасность и вкус продукта, выбирают белорусских производителей. Даже как меня информируют в результате мониторинга сегодня, побывав у нас западные продвинутые граждане коллективного Запада, уезжают отсюда с огромными мешками. Они затариваются всем, что есть на нашем рынке, но прежде всего продовольствием. Внедряя современные технологии, мы сумели сохранить наши традиции. И то, что сегодня мы можем предложить товар для самого взыскательного гурмана и для людей, нуждающихся в специальном и лечебном питании, тоже является нашим большим достижением. Я всегда вас призываю к тому – питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, может, и старшего, стали ахать и охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. Но только место Макдональдса, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Роман Александрович, белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю. Уровень самообеспечения Беларуси по основным видам продовольственных товаров превышает 100%. Все они высочайшего качества и доступны по цене. И это, прежде всего, результат вашего труда, уважаемые работники, дорогие крестьяне. Я благодарю тех, кто находится в этом зале и тысячи тружеников, которые остались на своих рабочих местах, продолжая выполнять профессиональные обязанности, даже не задумываясь о масштабности своей роли в истории государства, сохранении его суверенитета и независимости. Вы самые скромные, но самые надежные, самые трудолюбивые из всех нас. Все выдержали. И пандемию, и санкции, и попытки втянуть вас в политические игры под видом мятежа. Прошли испытания с честью и достоинством, потому что всегда заняты делом. Знаете цену, труду, мудро и реалистично смотрите на нашу порой бешеную жизнь. А жизнь показывает самые эффективные и рачительные руководители, известные ученые, врачи, педагоги, изобретатели рождаются и вырастают в обычной деревне. Село – лучшая школа жизни. Там с ранних лет каждый вовлечен в хозяйственные заботы. Каждый знает, что такое ежедневный физический труд и ответственность за хозяйство, за семью. Это чувство ответственности, навыки планирования, мобилизации и средств для достижения результата прививаются раз и навсегда, а опыт передается из поколения в поколение. Радуюсь, что сегодня на селе работает и молодежь, в том числе на руководящих должностях. Будущее не только сельского хозяйства, но и страны в целом за ними – молодыми, умеющими формировать команду, эффективно организовать рабочий процесс, обеспечить дисциплину, бережные отношения к ресурсам и, главное, диктатуру технологий при проведении сельскохозяйственных работ. Такие руководители – это кадровый резерв государства на большую перспективу, но при условии, что они будут окружать себя профессионалами, готовить достойных преемников, патриотов своей страны. Подчеркну, руководители, специалисты – это сердце, это мотор нашего АПК. И путь к результатам, которые сегодня были озвучены, начинается со школьной, затем студенческой скамьи в системе повышения квалификации кадров, рабочих профессий и специалистов. Вы, уважаемые сельские труженики, сами видите, что развитие технологии требует высочайшего уровня знаний. Один только современный зерноуборочный комбайн по количеству узлов управления сравним с самолетом. Технологии отдельных объектов нашего АПК по сложности почти космические. Например, производство незаменимых аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Подумайте, какими высокими компетенциями должен обладать ветеринар. Животное не расскажет, где болит их, а его здоровье – залог успешности и благополучия всего хозяйства и страны в целом. Поэтому без преувеличения в общем карвае и труд учителя, и опытного наставника, и преподавателя колледжа, отдельно говорю спасибо за труд профессорско-продавательскому составу наших вузов, в числе которых старейшая на территории бывшего СССР Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, признательный ученым Национальной академии наук Беларуси, всем разработчикам и производителям современной техники, оборудования, а также удобрений и кормов, делающих труд аграриев более эффективным. Дорогие сельчане, вы знаете, что без напряженной, кропотливой работы, внедрения инноваций, взаимовыручки, талаки – невозможно добиться высокого результата. Благосостояние дается только созидательным трудом. С вами мы сделали многое ценой напряжения сил народа в кооперации с нашими близкими и дружественными странами. Предстоит еще больше. Задача по выравниванию доходов населения в городе все еще актуальна. Остается на контроле спрос, соответственных будет усилено. Но деньги нужно зарабатывать. Слагаемые известны инвестиции, технологии, дисциплина. Государство продолжит оказывать поддержку селу, модернизации производственной базы, прежде всего строительстве молочно-товарных комплексов, приобретении дорогостоящей техники, мелиораций и других. Эффективное производство – основа нашей деревни будущего. И мы делаем все, чтобы качество жизни на селе улучшалось. Выполнена колоссальная работа. На первый проект, наш совершенно первый проект, вы помните, агрогородки реализован. Это почти 1500 населенных пунктов, в которых созданы самые современные условия жизни. Надо и дальше качество жизни в этих агрогородках улучшать. Их 1500, но все они абсолютно разные. Сегодняшние агрогородки – красивые дома, ухоженные подворья, водоснабжения, газоасфальтированные улицы, школы, оборудованные площадки для отдыха и спорта, иная необходимая инфраструктура. Развитие агрогородков будет продолжаться, как образец для построения деревень будущего. Мы их создали в каждой области, начинали с Копоси Оршанского района. Но отмечу, что подобные примеры есть абсолютно по всей стране в каждой области. И мы продолжим делать все, чтобы наше село было притягательным и удобным местом для работы, жизни и отдыха белорусов. Ведь там, как я не раз говорил, наши корни. И неважно, в каком поколении это было, но всем мы оттуда, из деревни. Всем нам, и горожанам, и сельчанам, очень близок и дорог колорит сельской жизни, которые мы стремимся сохранить и совершенствовать. Еще раз повторяю, сейчас время такое и момент такой, когда вы, все белорусы, можете иметь кусочек, клочок своей земли. Не потеряйте, не упустите это время. Традиционный уклад в сочетании с доступностью достижений цивилизации – это главная цель нашего проекта «Деревня будущего». Дорогие сельчане, труженики АПК, еще раз благодарю вас за трудолюбие, за ваш профессиональный выбор и преданность делу. Из года в год своими успехами вы показываете, что родная земля в надежных руках. В этот праздничный день от всей души желаю вам, вашим близким, исключительного здоровья, счастья и благополучия. И самое главное – мира и добра нашей белорусской земле. Может быть, сегодня мы зарождаем еще одну новую традицию, основанную на старых наших принципах. Во всех районах, областях прошли праздники дожинки. Всех мы поблагодарили. Если кого-то забыли, пусть они нас простят, потому что успешных людей все больше и больше. Их тысячи и тысячи. Сегодня представители в этом основном зале нашей страны всех трудовых коллективов сельскохозяйственного производства агропромышленного комплекса. И позвольте мне, может быть, в рамках этой новой традиции приступить к церемонии награждения лучших работников по итогам года. Но это единицы. В рамках вот этой традиции, этого мероприятия, я думаю, правительство, администрация, президенты, другие, кого это касается, не забудут и внесут предложение по награждению тех тысяч и тысяч, которые отличились в этом году. Мы впервые в истории произвели хлебов, зерна, больше тонны на каждого человека. Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты. Нам нельзя останавливаться, потому что чрезвычайного мы ничего не совершили. Жестокая дисциплина, кто-то обижался, давление президента сверху, но есть результат. Правда, лучше бы мы в прошлом году этого достигли. Потому что сегодня зерна на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, девать некуда. Мы договорились с президентом Путиным, что в резерве я попросил положить там миллион тонн, но всякий случай. Он говорит два. Два зарезервируем. В прошлом году нам жестоко не хватало этого зерна. Но лихая беда начала. Мы сделали этот шаг, и мы должны, обязаны удержаться на этом уровне. Еще раз, дорогие друзья, огромное вам спасибо всем, находящимся здесь, представителям нашей аграрной отрасли и тем, кто нас сегодня увидит и услышит. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это имидж хозяйства, который является одним из успешных в нашей республике. Это заслуга тех, которые, не жалея времени и сил от зари до зари, трудятся на полях их фермов на благо своих хозяйств и нашей любимой родины по имени Беларусь. Вы человек от земли, поэтому знаете чаяние наших белорусов от рядового хлебопашца для академика. Спасибо вам, Александр Егорович, за все! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Александр Григорьевич, большое вам спасибо за высокую оценку моего труда. Сегодня я получил не одну награду, а две. Медаль и пожать руку президента. Мы помним, сколько сил вы приложили к созданию белорусского комбайна. Сегодня это современная эффективная машина. Мы на белорусском комбайне Гомсельмаш 21-24 взяли высокую оценку. Намолотили более 6 тысяч тонн зерна. И еще раз огромное вам спасибо, Александр Григорьевич. И еще хочу поздравить всех с Днем работников сельского хозяйства. Всем мирного неба, здоровья. И еще раз спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, Ну, хочу сказать, что, в общем-то, мы завершили сельскохозяйственный год. Но у Брело, Зайца и у вас еще есть хоть полпроцента, но кукурузного зерна в поле. Поэтому, я думаю, вы приложите все усилия. И это пусть совсем немного. Может, оно уже и не надо нам, это зерно. Хотя оно всегда надо. Вы его соберете. Трагедии в этом нет. Правда, не очень хорошо, что мы по снегу сегодня работаем. Но, тем не менее. Это говорит о том, что мы работаем в зоне рискованного земледелия. Почти критического. И это будет хороший урок нашим губернаторам. Думаю, в том числе и Гродненской области. Что удивительно. Сделайте из этого определенные выводы. Ну, и если осень и начало зимы сложатся, как в прошлом году, мы еще будем иметь теплые дни и те 15% зяби, которые мы не подняли до сегодняшнего дня. Ну, может, кроме Юры Шулейко в Брестской области. У него там почти уже. Да ничего и не осталось, по-моему. Молодец. Брестчане вообще не перехвалить бы уже. В этом году сработали больше, чем на отлично. Просто молодцы. Поэтому давайте не будем расслабляться. Есть еще над чем поработать. И самое главное, самое главное, за что отвечает правительство и вице-премьер, хорошо продать свою продукцию. Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас – время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам, точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой. Вложите ее туда, куда надо, чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве. Когда-то один из начинателей и авторов возрождения нашего села, когда-то он часто говорил, информируя меня, перекос у нас. Мы очень много сделали в социальном плане. Агрогородки построили и прочее. А производственная база отстала. Так вот мы на сегодняшний день подтянули и производственную базу. Подтянули. Еще есть над чем работать. И в течение этого года договорились о десятках молочно-товарных комплексов, которые мы должны построить в декабре и в будущем году. В декабре этого года и в будущем году. Как никогда источники финансирования определены. И если мы решим эту проблему, а еще, дай Бог, укомплектуете нормальным скотом наши комплексы, мы значительно прибавим. Для нас всегда было больной проблемой. Произвести-произведем. А куда девать? Помните, даже соседнее наше, родное государство не всегда пропускало нашу продукцию на свой рынок. Сегодня времена серьезно изменились. Сегодня уже некуда девать евро и доллары, а российский рубль хорош. Потому что мы за него покупаем все необходимое, что нам нужно для села. Я имею в виду нефтепродукт, природный газ. И запомните, выгодное время еще и в том плане, что мы с вами потребляем тот же природный газ дешевле, чем продвинутая, демократичная, вы уже знаете, что такое демократия, западная Европа. Они вне конкуренции с вами. У нас есть огромнейший рынок. Почти каждую неделю отчитывается Леонид Константинович Заяц о продажах. Я ему задаю один вопрос. А если бы больше было сегодня продукции, ты бы ее продал? Он говорит, со свистом. Это самое главное, когда есть рынок, куда ты можешь поставить свою сельхозпродукцию. И при том исключительно маржинальный рынок. Цены, которых не знало сельское хозяйство вообще. Воспользуйтесь этим временем. Ну, а министры, члены правительства, премьер-министр, высшие должностные лица присутствующие здесь, да и я в том числе, мы вам дремать не дадим. Нужно использовать это время, чтобы поднять крестьян, наших крестьян, чтобы они достойно жили. В хороших условиях, в хороших домах. Чтобы их детишки имели возможность, как и все в лучших городах, в том числе в Минске, получить хорошее образование, закончить вуз. И, как рачительные хозяева, о чем я говорил, будущее, резерв наших кадров, занять достойное место в нашем обществе. Согласитесь, крестьяне, работники АПК, этого заслужили. Давайте сделаем все ради наших детей. Еще раз здоровья вам и успехов. Приятно было сегодня с вами встретиться. Благодарю вас за все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ